Доброе утро, коллеги! Половой, гендерной или психосексуальной. У нас у всех есть потребности. Потребности любви, потребности в эротическом взаимодействии, потребности в сексуальных каких-то действиях, удовлетворении сексуального. И вот мы будем с вами сегодня говорить о сексуальных потребностях, эротических, сексуальных потребностях, как они представлены у каждого из нас. И кроме индивидуальной сексуальности, я затрону также партнерскую сексуальность, потому что это то, что, как правило, волнует нас, наших клиентов. Поскольку мы ищем и ожидаем, что мы будем совместимы в любовных и сексуальных отношениях, то вопрос, как наши потребности, потребности партнеров встретятся друг с другом, как они будут жить, взаимодействовать, смогут ли они найти друг друга, смогут ли они откликнуться друг на друга настолько, чтобы обе стороны, оба партнера были удовлетворены, и чтобы это было взаимно. Мы с вами сегодня посмотрим, если успеем, я надеюсь, что я буду успевать, мы посмотрим 10 пунктов, по которым наши сексуальные потребности, любовные сексуальные потребности, могут совпадать, либо не совпадать. Я надеюсь на то, что каждый из вас отыщет вот по каждому из этих пунктов себя, где вы находитесь, чего вы желаете, что для вас является вкусным, что для вас является таким, может быть, недосягаемым пока, что, возможно, вы отвергаете в себе. А когда мы что-то отвергаем в себе, наша сексуальность, как правило, обижает, что очень не хочется, чтобы наша сексуальность испытывала некий дискомфорт в нас, поскольку я, когда работаю с сексуальностью клиента, ну и, собственно, я также к своей сексуальности отношусь, я думаю о том, что она очень живая, она очень чувствительная. Именно поэтому сексуальность достаточно быстро, скорее всего, скорее других систем организма начинает реагировать на то, когда потребности по каким-то причинам не удовлетворяются. Итак, начинаем. Первая шкала, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это связанная с потребностями платонического, эротического и сексуального компонентов либидов. Я думаю, вы более или менее понимаете, о чем я, поскольку каждый из нас в своем психосексуальном формировании в подростково-юношеском периоде проходит исследование вот этих трех компонентов либидов, платонического, эротического и сексуального. Интересно то, что кто-то проходит в полной мере, а кто-то, к сожалению, пробегает, проскакивает какой-то из компонентов либидов. К чему это приводит? В дальнейшем потребности вот этого компонента, которому мы не уделили должного внимания в своем развитии, будут постоянно давать о себе знать уже у взрослого человека, у взрослой сексуальности. Что такое платонический компонент? Это желание духовной любви. Это желание нравиться. Это желание, чтобы на нас включались и чтобы мы включались. Это желание свидания конфетно-пакетного периода. Удовольствия, которые связаны с чем-то, что еще до телесных прикосновений. И вот этот уровень духовного общения, он дает о себе знать, и когда мы взрослые. Часто люди, живущие в долгосрочных сексуальных улучшениях, в долгосрочных партнерских отношениях, они в какой-то момент начинают досковать по этому компоненту. Как они говорят об этом? Возможно, вы себя и сейчас узнаете. Да, секс прекрасен. Да, мы умеем доставлять друг другу удовольствие. Да, нам хорошо вместе. И при этом чего-то не хватает. Очень хочется оставить детей, оставить свою привычную жизнь. И куда-то уехать. Пригласить друг друга на свидание. Отдаться вот этому протоничному компоненту любви. Кто-то себе это позволяет, а кто-то боится этого компонента. И в общем понятно. Здесь проявляется наша уязвимость. Здесь мы сходим друг на друга. Здесь мы спрашиваем, в силе ли еще твоего чувства. Что меняется в твоем чувстве. И это всегда вызывает много трепета, много смятения внутреннего, даже где-то растерянности. Эротический компонент любви. Это уже то, что связано с эротическими ласками. Это петенька поцелуя. Когда мы развиваемся, представьте себе, что первоначально ведь мы прибираемся в нас. Мы рассматриваем на расстоянии, скорее всего, человека, в которого мы влюбились, который вызвал особо наш эротический сексуальный. Еще даже до эротического. Ну вот любовный интерес. Мы рассматриваем. И в какой-то момент, в какой-то момент появляется вот это желание приблизиться. Мы знакомимся. И в определенном, на определенном этапе у каждого это происходит по-разному. Появляется желание поцеловать, прикоснуться, приласкать. Вот это уже включается эротический компонент любви. Что в долгосрочном отношении? Очень часто люди начинают все меньше и меньше внимания уделять этому эротическому компоненту. Мы же понимаем, чем все закончится. Мы же взрослые, правда? Поэтому мы знаем, как друг друга стимулировать для того, чтобы возбуждение повышалось достаточно быстро, выходило на высокий уровень. И поэтому мы будем, мы две-три минутки уделим вот этому петингу и будем уже заниматься нашим любимым взрослым сексом. Таким образом, часто эротический компонент, а здесь в чем потребности? Если потребности платонического компонента, там в слиянии, в заботе, в приближении, в ощущении вот этой интимности, то ведь здесь желание брать, добывать, исследовать, экспериментировать с прикосновениями, интересоваться эрогенными зонами друг друга, интересоваться тем, как реагирует мое тело и как реагирует тело партнера. Вот они потребности. И они, правда, нуждаются в том, чтобы быть достаточно развернутыми в нашей жизни. И на эротическом вот этом вот этапе, когда мы находимся, когда нас обуревают эротические желания, мы очень серьезно смущаемся. Помните, мы уже говорили на предыдущих лекциях о смущении? Мы смущаемся, мы тревожимся. Мы даже в какой-то момент, особенно если это с незнакомым партнером, партнершей, мы можем испытывать отвращение, что тоже понятно. Вращение – это всегда некое «нет» нашего организма, нашей психики, нашей сексуальности. Как будто бы через отвращение или через тревогу организм, сексуальность подсказывают нам «нет, подожди, не торопись». Будь деликатен, деликатен, деликатен по отношению к собственной сексуальности, к ее ритму, потому что ритм у каждой сексуальности будет серьезно отличаться. Сексуальный компонент либиды – это уже то, что связано непосредственно с включенностью генитали в сексуальных процессах, в сексуальных актах. И здесь, безусловно, появляется желание генитальной взаимности, потребность генитальной взаимности. Потребность в том, чтобы наслаждение сопровождало каждого из партнеров. Ну и, конечно же, здесь очень хочется чувствовать признание нашей целесности, наших гениталий в партнерах. Это очень важно. Представьте себе, что встретились два партнера, или пусть они будут в долгозрочных отношениях, и на каком-то этапе становится понятно, что у одного партнера больше потребности в партнерическом уровне, а у второго партнера потребность в сексуальном уровне. компонента. Представляете, какая сущность? Это, правда, некоторые конфликты внутренние, внутренние, внутри этой пары, да? И с этим конфликтом можно справляться, и единственный способ это, конечно, разговаривать. Разговаривать, договариваться о том, как мы попытаемся удовлетворить потребности каждого, и что делать, если мы совсем не встречаемся, это, конечно же, всегда очень сложные вопросы, но по факту здесь открывается реальность этих отношений. Кто-то в паре убегает от этой реальности, всячески дефлексирует и не использует партнерские разговоры, боятся потерять друг друга, или, валя, боятся потерять вот эту сексуальную жизнь, которая является для каждого очень важным. Но все равно в какой-то момент эти вопросы встанут. Поскольку сексуальность очень нуждается в уважении к себе. Если наши потребности по этой шкале не удовлетворяются, то, конечно же, на первых порах неудовлетворенность может быть даже и не будет заметна. Она будет чем-то другим прикрываться, она будет прятаться, но на каком-то этапе все равно она предъявит себя неудовлетворенность. Поэтому мы стараемся быть внимательными к себе, внимательными к собственным потребностям, а потребностям партнерам и разбираться, как же нам дальше жить, если в какой-то момент у нас не сходятся эти потребности. Вторая шкала, на которую хочется обратить внимание. Я здесь рассматриваю шизоидную, нейротическую, ненартистическую составляющие. И Данил Хломов уже рассказывал вам на своей первой лекции, немножечко упоминая эти составляющие. Но когда в целом говорил о потребностях нашей психики, вот здесь я хочу обратить ваше внимание на сексуальность. Что такое, каковы потребности шизоидной составляющей? Это потребности в эротике. Это потребности в нежной эротике. А нежная эротика это всегда некая приконтактная потребность. И в этой приконтактной потребности мы ценим изящество. Мы ценим нашу способность фрагризировать. Потому что шизоидная составляющая сексуальности не будет торопиться. Как раз таки откладывание реализации для шизоидной составляющей является реализацией вот этих фантазий. Шизоидная составляющая является наиболее важной и ценной и такой смачной. Вот именно такое слово. Потому что находясь на расстоянии, фронтозируя, мы потихонечку взращиваем свое удовольствие от того, что произойдет. находясь на расстоянии, мы можем справляться с нашими эротическими сексуальными страхами, а не секрет, что напрямка у каждого из нас были определенные травмирующие эпизоды, где нас не поддержали, где, возможно, нас обидели, где нас политиковали и так далее. Поэтому мы зачастую, находясь на расстоянии, фантазируя, представляем для себя наиболее положительные моменты, как оно может развиваться. И тем самым мы, будто бы, находясь в шизоидной составляющей, исцеляем свою сексуальность, пробираемся сквозь свои болезненные моменты и пытаемся с этим справиться. Вот в шизоидной составляющей, которую практикуют пары, которую любят пары, если они любят свою шизоидную составляющую, то они знают толк в том, как убегать и догонять, переодеваться, а потом разоблачать друг друга. И в этом очень много наслаждения. И в этом много изящества. В этом много деликатности, осторожности, неспешности и очень много драйва. Вот драйв имеется в виду этот трепет, когда мы представляем, как оно будет. И в эротической составляющей есть потребность. в истинном генитальном наслаждении. Это умение отдаваться и брать. Это потребность в том, чтобы желать чужим желания. Это потребность в том, чтобы наслаждаться повседневным сексом. Для невротической составляющей не будет сложности в том, если не вводится нечто незнакомое, необычное, нестандартное сексуальное взаимодействие. Потому что и так все хорошо. В невротической составляющей вы можете лежать друг с другом рядом и уже хорошо. И неважно, будет сейчас секс, не будет, скорее всего, будет, конечно же, но уже хорошо. И в каждом моменте хорошо. Тогда, когда вы приближаетесь друг к другу, тогда, когда вы начинаете ласкать друг к другу, тогда, когда вы находитесь уже непосредственно в сексуальном взаимодействии, хорошо все, все нравится. Вот это прекрасное невротическое составляющее и, конечно же, это потребность, а, и, конечно же, здесь потребность во взаимности. Ведь мне нужно не только то, чтобы я испытывала вот этот вот импульс прекрасный, в котором я нуждаюсь, но мне нужно также и чтобы мой партнер испытывал испытывал вот этот импульс и чтобы мы наслаждались в этой взаимности, взаимности желания и взаимности удовлетворения. Нартистическая составляющая, в ней очень много драйва связанного с восхищением. Здесь даже хочется говорить по-другому. Восхищением. Здесь мы желаем, мы нуждаемся в том, чтобы нами восхищались и чтобы мы восхищались своим партнерам. Нартистическая составляющая будет способствована тому, чтобы мы желали раздвинуть границы того, что уже опробовано нами. Именно нартистическая составляющая отвечает за нашу потребность в разнообразии, в расширении границ дозволенного. Именно нартистическая составляющая шепчет внутри нас что-то давно не было ничего новенького скучного это становится. Нартистическая составляющая это как знаете маленький пассионок внутри нас который говорит давай давай попробуем еще что-нибудь давай предложим что-нибудь новенькое. и тем самым конечно нартистическая составляющая прекрасна. Если мы не будем отдаваться ей время от времени то наши сонные отношения потеряют свою остроту. Нартистическая составляющая также есть потребность чтобы в какой-то момент отдаться без стыдства. Подумаю об этом завтра. Про стыд, про смущение буду думать завтра сегодня отдаю без стыдствия. И прям в этом невероятное количество удовольствия. Ну и поскольку времени не так много я пойду дальше а вы сами уже попробуйте пожалуйста порассматривать когда будете анализировать себя и свою пару к какому типу относитесь вы вернее какая потребность на сегодняшний день актуальна для вас и какая потребность актуальна для вашего партнера и как вы будете об этом договариваться партнеров что имеется в виду вы видите что одним полюсом является я ее назвала безумная разумстанная сексуальность я думаю я думаю каждый из вас бывал там если не бывали рекомендую каковы потребности этого полюса в сексуальном слиянии в сексуальной страсти в том чтобы вот испытывать эту невероятную сексуальную привязанность там мы ищем спасения в сексе там мы наслаждаемся невероятным разнообразием там мы отдаемся нашим истинным видовским желаниям и в этот момент нам в принципе совершенно все равно что думают из окружающих вот почему я сказала я рекомендую я думаю что без того чтобы сходить в этот полюс мы не до конца будем понимать себя свою сексуальность свои сексуальные ограничения а это очень важно для нашей ну скажем так сексуальности на годы потому что сексуальность она очень динамична сексуальность она нуждается в изменениях именно этот полюс безумно размозглённой сексуальности он отвечает за то насколько мы будем тонко чувствовать свою сексуальность и свои сексуальные потребности второй полюс внешняя асексуальность почему я ее называю внешней асексуальностью потому что зачастую человек который попадает в этот полюс он может находиться там вынужденным вот если он осознанно выбирает этот полюс а так тоже бывает и в общем мы имеем право на то чтобы находиться в этом полюсе там нет страдания поскольку я выбираю этот полюс поскольку для меня на сегодняшний день секс не представляет секс эротика вот это партнерское сексуальное взаимодействие не представляет никакого интереса то я буду там наслаждаться мне там будет хорошо это мой выбор и очень важно чтобы мы давали себе право давали клиентам наше право если клиент действительно это выбирает вот это осознанный выбор и ведь потребности когда происходит осознанный выбор это потребность смотрите зачастую в переработке некого трагматического опыта люди которые пережили насилие или люди которые долгое время были в облюзивных отношениях представьте себе у меня вот всегда привожу этот пример что когда я писала диссертацию я точно была в этом пульс какой там секс какой секс там есть совсем другие задачи там есть совсем другие идеи там репетинозная энергия направляется в другое русло ну и там не знаю после рождения детей когда дети совсем не могут когда человек испытывает какой-то очень свой серьезный мощный кризис он тоже будет выбирать этот полюс асексуальности ничего страшного предсудить именно потому что бы там какое-то время побывать но если это вынужденный выбор а вынужденный выбор люди делают когда идет мощное жестокое даже я бы сказала интроэцирование со стороны окружающей среды например когда родители воспитывая себя любого ребенка дают такие такие интроэкты что секс это грязно секс это плохо каким что ты становишься каким-то непримуженным ужасным чудовищным когда отдаешься этой сексуальной страсти вот если долго долго ребенка в этом во всем сопровождать то конечно же взрослый человек будет скорее всего вынужден идти в этот полюс и у этого человека к сожалению будет отсутствовать права на то чтобы получать истинное удовольствие смаковать свое возбуждение увлечение органическое наслаждение к сожалению да ну и конечно же травмированные люди они тоже будут выбирать для себя вынужденным пока этот полюс вот срединная часть этого контину спокойная размеренная сексуальность она прекрасна если вы с ней знакомы если не знакомы работайте пожалуйста над тем чтобы ее исследовать смотрите в чем ее суть здесь сексуальность достаточно активна на самом деле но она в фоне она в фоне я всегда шучу в своих группах по сексологии ну и здесь сейчас вам скажу что скорее всего те кто приехали на этот интенсив не находятся в этой средине то есть вы же откликнулись на тему любовь сексуальность идентичности тогда скорее всего у вас сексуальность ну как-то активно заряжена когда мы находимся здесь в середине у нас сексуальность спокойная очень очень спокойная мы практически не задумываемся о потребностях вот этой в этом периоде а на фоне мы хорошо знаем себя мы хорошо знаем свои сексуальные потребности свой диапазон приемлемости мы понимаем свои сексуальные предпочтения ну и у нас все хорошо в этой теме здесь можно экспериментировать без страха здесь можно здесь есть право на то чтобы брать удовольствие от сексуальной стороны жизни что еще на что хочу обратить ваше внимание что мы бываем во всех точках скорее всего этого континуума наша сексуальность динамична хорошо когда мы осваиваем все части этого континуума хуже когда мы ригидно застреваем в какой-то в какой-то части понимаете да потому что все три вот этих аспекта которые я для вас описала они являются очень ценными и важными и особенно для нашей долгозрочной сексуальности континуума сексуальной морали полюсом является неразборчивая разрозненная мораль вторым полюсом жесткая даже я бы сказала жестокая мораль или морализм видите срединая зона это зрелая живая мораль опять же я думаю что мы бывали везде не 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 раздавая если то когда мы развиваемся когда выстраивается наша сексуальная этика и мораль то мы нуждаемся в том чтобы иногда сходить в полюс вот этой неразборчивости. Мы еще не знаем про себя, мы еще не понимаем своих этических, возможно, ограничений там. И там, знаете, туда особенно хочется сходить тем, у кого было максимальное количество социальных ограничений со стороны разных социальных институтов. Со стороны наших семей, со стороны, там, не знаю, школы и так далее. Потому что там впечатление, что человек находится с неким вызовом. И человеку очень хочется, основная потребность в отсутствии контроля. Это, вы знаете, я даже сейчас вам говорю, более агрессивно. Очень часто человек, находясь в таком состоянии, где много какой-то внутренней боли, он вот хочет идти в этот полюс и жить это так, что не буду я вообще ориентироваться на ваши идеи, на ваше представление, я буду отдаваться этой сексуальной страсти, я буду брать все, что дает мне мое вожделение и буду наслаждаться назло вам всем. Вот там мы находимся. Конечно же, если мы надолго там зарискнем, то скорее всего наша жизнь будет каким-то образом такой же разрозненной. И это будут сложности. Если мы идем в полюс жесткой, жестокой морали, то если там у нас полное отсутствие контроля, то здесь мы будем максимально контролировать себя. И причем будем ориентироваться на некие внешние установки. Здесь будет включаться наше персоналит. Здесь мы будем ограничивать себя. Здесь мы будем бояться своего сексуального права и своего сексуального удовольствия. Здесь нам очень будет, мы хотим здесь слиться с какими-то людьми, с какими-то системами, в которых есть вот эти жесткие ограничения, что можно, что нельзя. И мы будем очень часто здесь пользоваться тем, что нельзя. Как будто бы мы отказываемся от здесь, мы отказываемся от того, чтобы желать. Здесь мы отказываемся от своего животного, драйвового, вдохновляющего, окраяющего. Отказываемся. И здесь работают, кстати, в этом полюсе все механизмы прерывания. Вот если вы пройдете, вы увидите конфлюенция, когда мы сливаемся, интроекция, если мы придерживаемся идей кого-то другого, ретрофлексия, когда мы начинаем сдерживать, сжимать внутри себя возбуждение, обличение и так далее. Теперь смотрите, делая живую мораль. Делая живую мораль – это то, что является альтернативой неразборчивости и жестовости в отношении моральных оперативов. Мы приходим сюда, и это серьезная внутренняя работа. Любой конфликт, который у нас внутри с вами организовывается, это конфликт между чем-то и чем-то. Мы можем, кстати, конфликтовать внутри себя. Мы можем конфликтовать с нашим партнером, когда наши потребности, к сожалению, не совпадают. Так вот, для того, чтобы сформировалась зрелая живая мораль, нужно посидеть в этом конфликте, не убегать от него. И дождаться того момента, когда родится некая новая наша сексуальность. Потому что любой, любой драйв, который направляет нас в сторону неразборчивой морали, в действительности это подсказка. Ты хочешь чего-то нового. Ты хочешь чего-то необычного. У тебя появилось что-то нестандартное, что-то, с чем ты не знаком. И очень хочется здесь убежать, потому что мы пугаемся. Ну, смотрите, у нас может появиться желание вдруг, чтобы у нас появился другой партнер. У нас есть постоянный партнер. Или у нас вдруг может появиться желание некой агрессивной, агрессивного отреагирования в паре. Мы пугаемся. Надо побыть в этом состоянии. И максимально, максимально не выпрыгивать, не убегать из него столько, сколько потребуется. Потому что это динамика нашей сексуальности. Это динамика нашей сексуальности. Так формируется наша новая потребность. Именно через некий моральный конфликт. Понятно ли вам здесь? Ну и вот конфликт потребностей. Я уже здесь упомянула. Конфликт потребностей. Смотрите. Эта правда может быть между потребностями нашими и ограничениями со стороны среды. Также конфликт может быть между требованиями со стороны среды и нашими ограничениями. И внутренний конфликт между нашими потребностями, разными потребностями. В сексе это особенно представлено. Представьте себе, что вот между потребностями организма и ограничениями среды. Два партнера. Партнерши, неважно. У одного будет представлена сильная половая конституция, а у второго более слабая половая конституция. Конфликт, конечно же, конфликт. У кого власть? Власть всегда у того человека, у кого меньше потребностей. И всегда тут задают вопросы клиента. И как же быть с этим? А как быть? Опять же разговаривать. И очень важно, чтобы тот человек, в чьих руках власть, не начинал этим пользоваться. Чтобы тот человек, у кого, допустим, вот здесь слабее сексуальный темперамент, да, безусловно, он в какой-то степени будет ограничивать. Он будет говорить, или она, будут говорить, я не хочу сегодня. Но при этом, если мы любим друг друга, если мы находимся во взаимности, нам очень важно, очень важно, чтобы мы друг другу могли, ну, что ли, шагаться навстречу друг другу, помогать друг другу. Я сегодня не хочу, но я могу что-то сделать для тебя. А завтра тогда партнер, который с более сильной половой конституцией, с более сильным сексуальным темпераментом, например, может сказать, слушай, отдыхай сегодня, я вижу, что тебе надо этого. И вот таким образом формируется наш альтруизм. Таким образом формируется, ну, это не совсем альтруизм, но вот это взаимность, когда мы учитываем друг друга, и это очень важно, это очень важно. И я сейчас вкратце, вкратце расскажу вам, между чем и чем может быть конфликт. Я думаю, вы найдете себя в этом. В данном случае я говорю про внутренний конфликт или личный конфликт. Конфликт между желанием хорошо знакомого и желанием нового. Это мы уже понимаем. Между желанием смеяния, заботы и желанием яростного сексуального реагирования. Конфликт между потребностью в безопасности и потребностью в риске авантюри. Знакомо? Конфликт между независимостью, автономностью и потребностью в растворении, в принадлежности. Видите, это все то, что нас внутри мучает, и это то, с чем нам хочется внутри разбираться. Между потребностью в контроле власти и в интимности в равноправии. Между потребностью в самоутверждении в сексуальной сфере. Ну, это, понятно, артистическая составляющая. И потребностью в интимности, в равноправии. Между соблазнами и чистотой. Между сексуальным эгоизмом, кто кого сегодня гладить будет, и чистотой. Между сексуальным эгоизмом и потребностью отдавать. Это уже эротическая составляющая. Между аутоэротизмом, когда нам хочется остаться со своими переживаниями и взаимностью. Когда нам и хочется это разделять с партнером. Ну, вот вы видите, насколько разнообразны наши потребности. Я не по всем шкалам успела пройти, но я думаю, что даже этих 5 шкал, которые мы смогли с вами разобрать, они в общем демонстрируют всю глубину нашей сексуальности, многообразие нашей сексуальности. И я очень желаю и себе, и всем присутствующим, чтобы наши сексуальные потребности были нами опознаны. Чтобы мы с уважением относились к нашим любовным сексуальным потребностям. И чтобы почаще к нашим сексуальным потребностям мы встречались в партнерстве. Чтобы не сходство, а вот, знаете, ведь потребности могут комплиментарно дополнять друг друга, достраивать. Я хочу нежности, а ты хочешь большей, ну, какой-то яростной составляющей. Тем самым мы друг друга дополняем. А иногда мы можем идентификационно встречаться равными потребностями. Когда оба партнера хотят восхищения. И вот там истинное наслаждение. Поэтому я вам желаю, чтобы мы почаще встречались вот в этой идентификации, вот в этой возможности истинно понослаждаться. Спасибо за внимание.